Привет всем, с вами ваша Силба Баттфлай, Серебряная Памочка. В том предыдущем клипе про замужество, разводы и тому подобное, выходить замуж или разводиться, я совсем забыла показать свои украшения и всякие бирюльки, которые я хотела показать, ну как бы типа под разговор. И вот сейчас я это дополняю в отдельном видео. Ну вот, покажу, что у меня тут есть на моей полочке. Вот такой вот медвежонок, все знают, что я люблю медвежонков всяких разных с шариком воздушным. У меня их два, второй где-то там в партнерии. Вот это у меня бабочка, куда можно складывать кольца. Это вот такая микроскопическая кошка, расписная, которая размером, я не знаю, сережку. Ну такая она, миленькая, маленькая-миленькая. Вот такой вот тяжелый медведь у меня есть, постамент. Это как paper press. То есть придавливает бумагу. Вот коляску я вам показала уже. Харусальную колясочку. Это я купила в долларами за доллар. Сейчас такая уже, наверное, три будет стоить. Вот что значит инфляция. Серьги. Значит, вот это так как сейчас 1 января, не знаю, когда я выставлю это видео, я изначально хотела вот так. Ёлочные игрушки, да, из стекла, кстати. Слышите? Классные такие. Но я их не надену, они не подходят по стилю сейчас. Хотела вот эти вот одеть. Надеть. Надеть, господи. Кто вот это придумал каждый раз? Теперь я должна себя бить по рукам и постоянно думать, как говорить. Мои серебряные бабочки. Ну-ка. Но опять не одену, потому что они как бы будут клаш. По-английски клаш это когда вот они как-то сбивают тему и они немножко перебивают вот это настроение. И они сюда не подойдут под мой сегодняшний разговор. Хотя почему-то серебряная бабочка с собой сама спорит, что ли. А вот эти вот были бы классные. Но они не подойдут, потому что я вот этот одела. Цветок кожаный сегодня. Будет все не подходить. Практически. Эти серьги у меня древние, но так как они сделаны из стекла, они до сих пор актуальны. Классные. Вот что значит у меня пластмасса. Так. Такая вот бабочка у меня серебряная. Вернее, ну не серебряная там какая-то. Оставлю так, как есть. Вот это вот у меня для фотографий, для визиток. Вот такая фигня. Далее. Как же, как же на Новый год без звезд. Вот они звезды. Я вам уже какие-то показывала, какие-то нет. Но люди добавляются. Не так много, конечно. И никому не хочется рыться в моих клипах. Легче создать новый, чем сказать смотрите, смотрите, смотрите. То, что я для вас нас создавала. Так что звезды это на погоны только генерала. Или как-то. Люблю звезды. Обожаю вообще-то. Всякие разные. Вот это новогодние чисто серьги. Но я в них была в каком-то клипе недавно. Обожаю. Сегодня нет солнца. Но они так играют классно. И они очень хорошо играют под него, наверное, светом. Кстати, насчет певцов и так далее. Что хотела сказать. Слушайте. Вот я смотрю это все как бы из-за границы, да. У меня уже муж такой. А я смотрю, а студия. И она такая поет эту пугачевскую песню. Так же, как все, как все, как все. Я по земле хожу, хожу. Короче. Вот такой. Так она вроде в прошлом году эту песню пела. Я говорю, и в позапрошлом тоже. И последние 20 лет тоже. Это только А-студия. В чем А-студия? Я их люблю. Это же алматинцы. Мои земляки. И я не знаю, как там вся вот эта кухня. Но вот так посмотрела на всех. Мужики все, значит, какие-то чернобородые. Косят под арабов. Не то, что я против арабов, да. Но вот какой-то там. Даже вот имена все подзабыла. Они мне тут записаны. Не охота лазить. Они все поедут. Вот это вот. Вот это какие-то. А девочки сидят на этом новогоднем огоньке. Вот так делают. Тын, 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 тын. Так сколько можно уже так делать? Уже это старо, как говно мамонтов. И все равно они это делают. И вот это вот. Ну, в общем, да. Попрекалусь я, конечно. Вот эти серьги тоже незаменимые. Почему-то они всегда подо все подходят. Я, казалось бы, купила их на скидке за 3 доллара. Вычины. И они меня спасают. Магазины у нас все закрыты до 26 января. Если еще, еще даст бог. А потом, может быть, еще что-нибудь придумают. Так что мы все сидим мало то, что в заперти. Так еще полностью все до единого магазина закрыты. Кроме вот тех, которые совсем уже необходимы. И аптеки. Но в аптеках бывает иногда парфюмы. И я туда бегаю. Для вас нюхать. И покупать. Вот такие сережечки прикольные. Я в них тоже была уже. Что я еще посмотрела где? Уже я начинаю забывать, что я где видела. Из новогоднего. То, что вот это мне только вспомнилось дело. Так, покажу еще вот такие. Ничего не могу запомнить. Кроме как там одна девочка была в комбинезоне. В таком черном. Такая вот очень такая. Худая, как скильда. И там, значит, мне зацепили слова. Сейчас я вот не вспомню. Что ей не нужны отношения. Мне хоть потом бери, цитируй. Что ей не нужны долгосрочные отношения. Ей только так вот. Как бы потрахаться и убежать. Ну, это так завуалерно сказано. Но ей только, в общем, поймите удовольствие убежать. Это, конечно, завуалерно сказано. Но там было так сказано классно, да? Без всяких матержинных слов. Ну, по делу. То есть, что это воспитывает, опять же, в женщинах? Это воспитывает в женщинах то, что... Зачем мужчин вообще? Ну, можно его поюзать и выкинуть. Как вот отходной товар. То есть, как ты идешь там, допустим, какую-то салфетку использовал. И я считаю, что сами виноваты. То есть, сначала насочиняют таких песен. Потом начинают пропагандировать молодежи. И всем, не только молодежи. Что, в принципе, нет никаких семейных ценностей. Ничего нет. Есть только я любимая. Люби меня. Я такая вот вся крутая. Но с понтами. То есть, с другой стороны, прихожу домой, я уже вроде не крутая. Не пойми чего. Ну, надо это все отыграть же, да, как-то. И вот надо вот эту песню спеть, что вот мужик с ней хочет познакомиться на постоянку, да, а она не хочет. А раньше было наоборот, кстати. Раньше было все, типа, любимый. У Успенской все было на том, что у нее безответная любовь, ее не любят. Или там она сядет в кабриолет, и тогда ее залюбят. Ну, то есть, все изменилось. Вот все изменилось. Если бы это осталось так, как в замороженном виде, скажем, между концом 80-х и 90-х, вот это было самое золотое время, когда и мужчины как-то более-менее, ну, не то, что флиртовали, ну, по крайней мере, обращали на женщин внимание, и не боялись, что их за это посадят. И женщины в то же время их не чморили, что, типа, «Эй, ты, поц, да я тебя круче, я вообще консультант, я вообще работаю в консультант иностранной фирмы, да, или не иностранной, а ты кто, водила?» Или дила с нижнего, ну, в общем. Короче, что я разошлась? По-моему, хватит сегодня болталок, а то опять набегут эти хейтеры. Слушайте, про хейтеров отдельная тема. Это вот надо, да? Слушайте, у меня там максимум 200 просмотров и 15 дислайков. Возьмите любого генералиссимуса парфюмерии, у него будет там самый мерзкий клип, там, 3 дислайка. Ну как? Ой, в общем, мы кто о чём, а мы всё о том же. Вот такая вот у нас селява. Эти ксели мне очень нравятся, кстати. Кожаные, немножко с этим, эти кожи здесь. И всё. Такой ещё. У меня этот. Мы исправили втроём дома. Я никуда не ходила, не хочу ничего, где-то бегать по ночи или там вечером. Мне и так хорошо. То есть, даже если была бы не наша модная болезнь, скорее всего, так это было бы и в этом году, как оно и было. И в прошлом, и так далее. Всё. Заканчиваем переговоры. Расскажу что-нибудь ещё интересно, если вы, наконец-таки, расскажете обо мне кому-то ещё. И, может быть, тут кто-то ещё поставит тоже лайк. Потому что иначе мой канал загнётся. И не будет вам кого слушать такие вот мелкие истории. Пока-пока. Всего доброго. С вами была Силва Баттфлай. Серебряная бабочка. Серебряная бабочка. Серебряная бабочка.